Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также богослов по образованию. А также мой попугайчик за кадром, который будет с нашего канала убирать нарциссов, которые очень сильно раздражаются на красные цвета, на посторонний звук, а также раздражаются просто по любому поводу. Я сегодня снова говорю про нарциссов, и это крайне важная и нужная информация по сей день на просторах интернета, на просторах нашей планеты. Сразу скажу, вот если вы думаете, что нарцисса можно изменить, вы очень ошибаетесь. Нарцисс нарочно ставит вам какую-то недосягаемую планку, чтобы достигнуть его одобрения. Вы будете как мышка в колесе крутиться по кругу, но никогда не добьётесь его уважения. Я сужу это, например, по себе. У меня родители нарциссы, у меня были отношения с нарциссами. Ну и что? Сначала их не устраивало, что у меня нет образования. Я получила высшее образование. Но я сама по себе человек такой был. Я как бы любила всё, что не касается вот этого материального плана. У меня никогда не было желания там накопительстве каком-то. Я помню, что первую свою зарплату, когда я работала в храме Певчи, я отдала бомжу, чтобы накормить бомжа. Конечно, этот бомж по итогу пропил мои деньги. Но я помню, насколько сильно меня тогда ещё сильнее возненавидели родные. Я думала, что они меня зауважают, когда у меня будет высшее образование, когда у меня появится работа. Но суть-то была не в том, чтобы у меня всё было хорошо в жизни, а в том, чтобы я эти деньги отдавала, скорее всего, им. И по итогу, если я, допустим, решала эти деньги посвятить кому-то другому, помочь кому-то или даже себе что-то покупать, то в итоге всё равно уважения не прибавлялось. То есть, понимаете, суть нарцисса по итогу-то в том, чтобы вы все ресурсы отдавали ему. Только такой план, да и то, не доставит уважения к вам. Не прибавится этого уважения от слова совсем. И по итогу, да, я думала, ну, может быть, проблема в том, что я мало зарабатываю. Я стала больше зарабатывать. Я действительно преуспела, как вот на данный момент успешный психолог. Но, думаете, ко мне прибавилось уважение? Нет, ко мне не прибавилось уважения. Вот буквально такую маленькую красочную картинку вам распишу. Мы сегодня с ребёнком просыпаемся, и я чувствую, что очень-очень холодно. А у нас, в принципе, такая квартира холодная. И я на данный момент живу с матерью. Ну, все говорят, а что ты живёшь с матерью? Ну, извините меня, у меня здесь своя доля. Я могу здесь жить сколько хочу, в принципе, да. И жить спокойно со своим ребёнком. У меня нет мужа, почему бы мне не жить вот такой семьёй, так скажем, да. Хотя я стремлюсь к тому, чтобы разъехаться. Я уже снимала квартиру. Но сейчас вот именно я так решила. И почему бы и нет, да. Так вот, этот человек всеми усилиями уже в течение года, пока я тут живу, пытается меня выжить. Вот на данный момент, ещё раз повторяюсь, мы просыпаемся, она ушла куда-то, оставила окно открытым, как будто, знаете, вот просто, ну, ей надо квартиру проветрить, пожалуйста. Её же нету тут в доме, и плевать, что тут ребёнок ночью замёрзнет, проснётся и будет трястись. И вот такие вот маленькие эпизоды, которые просто показывают, насколько ты для неё пустое место, насколько ты для неё ничего не значишь, и как она хочет, чтобы тебя просто не было. Так вот, я хочу вам сказать, как бы вы ни старались, как бы вы ни старались угодить нарциссу, в этом нет никакого смысла. Нет никакого смысла. Вы должны жить просто для себя, вот в своё удовольствие, радоваться жизни, стремиться к своим целям, у каждого свои цели. Ну, понять, что, допустим, нарциссических родителей, вы никогда не добьётесь их уважения, их любви, потому что внутри этой любви нет и не будет никогда. Точно так же с мужем-нарциссом, с женой-нарциссом, вы должны понять, что эти люди просто живут по принципу, если ты отдаёшь им свои ресурсы, то они тебя будут любить. Если ты не отдаёшь свои ресурсы, то ты не заслуживаешь их уважения. С отцом у меня примерно такая же история была. Сколько раз я с ним не пыталась, так скажем, сойтись как-то, вот помириться. Хотя мне никогда не казалось, чтобы мы ссорились, но просто периодически происходили такие случаи, что мы переставали общаться на несколько лет. И чем это, как всегда, заканчивалось? Тем, что в последний раз он мне сказал, у меня сломался холодильник, дай мне, пожалуйста, взаймы. Я дала, сколько у меня было. Но на тот момент у меня действительно было положение не такое, как сейчас. Я дала, по-моему, тысячу, не помню сколько. Так меня встретил такой холодный, такой я почувствовала, что как будто бы человек разочарован во мне. Ни спасибо, ничего просто. То есть, понимаете, сколько бы вы ни пытались налаживать отношения с нарциссами, поймите, пожалуйста, что там с вашей стороны, если идёт какой-то позитив, если с вашей стороны идёт бескорыстность, то там-то совсем всё не так. Вы пытаетесь постоянно доказать нарциссу, скорее всего, что вы его любите бескорыстно. Потому что он вам может внушить, что женщины все меркантильные, что женщины все плохие, да? И при этом, при всём, вы действительно ничего не будете его просить. Вы, наоборот, будете ему отдавать. Но есть одна поправочка. Вы не меркантильные, а он-то меркантильный. И он постоянно будет от вас требовать чего-то. Нет, он даже не столько будет требовать, сколько это всегда будет между строк. Между строк. Вы просто ему должны всё. Так вот, я вам хочу сказать, чтобы мы с вами все вместе старались выходить из позиции такой, что мы заслуживаем чью-то любовь. Вот у человека, если внутри её нет, её и не будет. У меня был такой эфир, посвящённый, а что такое любовь? На мой взгляд, любовь — это прежде всего наше отношение с Богом. Я, допустим, если стяжаю любовь внутри, да, через молитву, через какое-то усердие, там, добрые дела, то, соответственно, моё сердце наполняется Богом. Точно так же и ваше, да? Но если ваш партнёр не занимается стяжанием благодати Духа Святого, то сколько бы вы ни старались в него вкладываться, это всего лишь односторонний процесс. У него любовь не увеличивается к вам от того, сколько вы хорошего ему сделали. Потому что любовь увеличивается тогда, когда ты сам что-то делаешь, даже пусть не по отношению к нему лично, а просто, в принципе, когда ты трудишься нравственно, ты приближаешься к Богу, а Бог — это и есть любовь. И когда ты трудишься над своими добродетелями, над тем, чтобы страстей угасла в твоей жизни, ты наполняешься любовью. И эта любовь разливается на всех окружающих, как правило. Идёшь через дорогу, проводишь бабушку, идёшь, помог там кому-то ещё. Вот что такое любовь. Это не то, чтобы два партнёра встретились, искра загорелась, вау, ах. Это, в первую очередь, это наш труд. Труд над самим собой. И вот пока мы трудимся, наше сердце наполняется Богом. Когда мы не трудимся, мы начинаем угасать, в нас начинает угасать благодать Божья. Поэтому мы должны выбирать партнёров, которые изначально имеют такие же ценности, как у нас, стремятся к Богу. И это мало ещё стремятся к Богу, потому что бывают ещё нарциссы-фарисеи, которые вроде бы соблюдают все правила, но при этом, при всём, они не искренне от сердца не тянутся к Богу, а чисто лицемерно. Вот ещё очень важный момент. Очень много нюансов. И когда у вас общая цель стяжать, например, благодать Духа Святого, то тогда вы вместе наполняетесь любовью. Следовательно, друг с другом у вас больше любви. А не потому, что у кого-то вспышка, у кого-то не вспышка, у кого-то гормоны, у кого-то не гормоны. А он пошёл на улицу и встретил красивее и стройнее. Это вообще не про любовь, это про животных. Потому что мы-то всё-таки с мозгом, мы должны анализировать всё, что с нами происходит. Здоровый мужчина, если он увидел женщину красивее, он от этого не станет меньше любить свою жену. Друзья мои, берегите себя, отстраняйтесь от нарциссов, и да будет с вами Господь. А если вам нужна личная консультация, мой телефон, как всегда, в описании. До новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok